Разрешите вас от имени главы Ленинского района, от имени Совета ветеранов, Маргарита Васильевна вам передавала огромнейший привет, многочисленные поцелуи. Поздравить вас с этим знаменательным днем, днем снятия блокады. Для Вячеслава Григорьевича Полгакова 27 января двойной праздник. День снятия блокады Ленинграда и день рождения любимой дочки Елизаветы. Бывший блокадник, он единственный из всей семьи, выжил в то суровое время. В декабре 41-го года первый умер дедушка, дедушка Булгаков Иван Осипович. Он умер. А бабушка умерла уже в начале июня, где-то в начале июня 42-го года. Мама Вячеслава Григорьевича в ту пору работала старшей медсестрой в хирургическом отделении детской больницы. И мечтала выучиться на врача. Но ее планам, увы, не суждено было сбыться. 11 октября 43-го года от обстрела погибла моя мама. Она погибла на Растанной улице. Снаряд попал в трамвай. Маленького Славу отправили к бабушке по материнской линии в город Бугуруслан в воинском шелоне, перевозящем раненых. Благо к тому времени блокада была прорвана. Там Вячеслав Григорьевич закончил школу, а после продолжил образование в Москве. Учился в техникуме тяжелого машиностроения, параллельно работая на заводе «Металист». В итоге вырос до инженера-конструктора в НИИ металлургического машиностроения. Но не последнюю роль в его жизни играла музыка. Вячеслав Григорьевич – заядлый меломан. В его коллекции более 600 пластинок. Музыкального образования никакого нет. Я одно не знаю, я ничего не знаю. Но вот то, что мне нравится, это мое. Вот это, наверное, секрет моего долголетия. Видимо, да. В 1969 году вместе с супругой Маргаритой наш герой поселился в совхозе имени Ленина. Там родилась его единственная дочь Лиза. Ее Вячеслав Григорьевич ласково называет предметом своего обожания. И она, конечно, отвечает ему взаимностью. Для меня он всегда служил примером. Всегда. Это человек, не унывающий никогда. Он никогда не разменивался ни на какие пустышки. В первую очередь, любовь и доброта. Вот это все, что я могу сказать. Прожить такую жизнь, я не знаю. И остаться человеком с большой буквы. Ну, что, люблю его. После смерти жены Вячеслав Григорьевич перебрался в дом дочери, где и живет по сей день. Постоянно, да, в хорошем настрое. Вот, ходит, гуляет. И, в общем-то, всегда он приседает по 30-40 раз в день. Вот, так вот, он очень позитивный, очень такой жизнерадостный. Сейчас нашему герою 86, но он по-прежнему бодр, полон сил, много улыбается и шутит. И ни дня не проводит без любимой музыки. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видно этого.